Доброе утро коллеги давайте с вами начинать традиционный утренний брифинг сегодня в последний день октября сегодня 31 октября вторник в принципе можно уже подводить итоги ну я уже потихонечку нам подвожу и даже более того есть некоторые обновления есть некоторые новшества которые я вам представлю чуть попозже собственно говоря вы о них узнаете на сайте trading-floor.net там все будет опубликовано сегодня в рамках блога что нас будет ждать но это все отступление да значит сегодня пока касается только рынка подбиваем и того что какие торговые идеи получились по итогу вчера какие не получились смотрим что сегодня может быть вот и кластера рыночный сантимент все как всегда немножечко задержался потому что вышли обновления по индикатор shark fx теперь они кстати получился да немножечко немножечко интересности да появился новый индикатор называется кластер стоп лосс кластер что такое в общем короче показывает стопы на вот видите новый индикатор появились новые полосочки но пока с ними надо разбираться вот обновился только сейчас вообще хорошо что все запустилось вот ну я думаю я еще маленько про них расскажу попозже сегодня с точки зрения экономики календаря ничего нового значит ну решение полупроцентной ставки который в японии который скорее всего будет без изменений поэтому просто смотрим да у нас фактически ничего нового не должно быть но тем не менее китаем сами торгуем что пресс-конференция банка японии в 9 часов 30 минут москвы ну как сказать не всегда японцы следует своим так сказать своим своим же правилам да и пресс-конференция может быть чуть раньше может быть чуть позже там такие вот порядке у них собственно заведены вот изменение объема ввп в канаде в 15 30 это уже ближе к вечеру ну и в принципе то и все там ввп в канаде очень хорошо поэтому реакция может быть господин полос выступает с речью но это не не рядовая пресс-конференция поэтому навряд ли будет что-то сверхъестественное навряд ли бы что-то интересное в общем сегодня скорее японии сегодня скорее канада с мвп все больше ничего мы там не ну смотрим что у нас получилось что не получилось да значит его ну поехали европейская валюта пошла таки она в коррекцию чуть не ожидал и ну и то чтобы не ожидал до предполагал то есть смотрите мы пошли туда сначала да как бы до цели дойти не дошли потом он на потом прошли на сопротивление поэтому мы можем с вами на самом деле работа в коррекции сегодня наверное более глубоко пойти в коррекцию то что мы низы не обновили до предполагали ну в этом плане все верно здесь ну давайте посчитаем да здесь если у нас с вами бы с был бы по итогам брифинга то минус 240 пунктов то мы могли бы здесь получить то что предполагалось что отсюда продажа хотя не был я уверен почти ни у кого продаж все нормально тут пережили этот момент люди даже были в плюсе и я не знаю вот ребята кто в чате да сейчас в режиме онлайн если кто-то на это напоролся черканите пару слов что сегодня давайте обратимся к кластера малечко мешает нам эти стопы ну ладно бог с ними значит смотрим народ в шортил по итогу за вчера да то есть был набор открытого интереса роста открытого интереса вот сейчас я маленечко вот так сделаю был рост открытого интереса что важно это то что продавцы тут по наставались поэтому движение вверх реально может быть и вот мы можем даже толкнуться отсюда в принципе то есть вы здесь взять тест и поехать туда куда туда ну куда-то вот сюда на скажем так то есть в том плане что по большому счету у нас могут быть что стопами что нам показывает наш новый индикатор он показывает наличие стопов здесь и наличие стопов но интересно как он работает на отпечатать каш на описание ира и наличие стопов здесь ну ладно бог с ним значит полагаем что коррекция продолжится то есть можно будет даже пробовать откупать в принципе от низов чего у нас там кластера в это же самое время показывать даже например то же самое то есть мы видим сами объем мы видим сами из него инициативу который показал что мы готовы двигаться дальше вверх мы видим уже тест в него и поехали то есть тут уже принципе на америке нужно было брать ну вот как то так ну давайте предположим что может тест в этот объем еще раз состояться и мы поедем до первого там допустим рубежа да это вот эти вот кластер очки так а вот эти они у нас где находится все я понял значит ну и поехали идея по евре покупать но надо понимать что это скорее такая коррекция нежели направленное движение до 116 21 116 21 16 ровно это у нас поддержка под нее можно прятать стоп хотя конечно желательно поставить стоп под шпильку пятничную на нее можем совсем уж там не догадится ну вот попробуем с канами да если что берем здесь тест и работаем туда вверх так куда вверх вот сюда мы можем с вами приехать это 116 85 пусть будет да вот в таком формате почему нет все вроде бы резонно так отсюда ланги здесь наша цель и там наш стоп так мы с вами предположим вот так тут здесь наш стоп все поехали дальше фунт ничего не рисовали фунт у нас во флете поддержка сопротивления вчера разбирали на большом обзоре сделки и вот была сделка ученика да он здесь купил конечно выкинул вот здесь но как видите результат был больше хороший очень правильная покупка на самом деле было посмотрим что у нас с рыночным сантиментом боюсь что у нас потребует сейчас блин авторизацию отвалилась подключение не очень приятный момент конечно ну ладно по фунту в принципе я вам скажу так что у нас на этой неделе решение процентной ставки который скорее всего будет повышен как на это отреагирует валюта да ну по-разному начну мы остались с вами без без поведения толпы значит поехали вот поддержка вот сопротивление все мы торгуемся внутри этого канала тут бабки не ходим это уже десять раз смотрели в рыночном сантименте мы с вами смотрю уже 33 38 32 80 пусть будет это все сопротивление значит внутри этого флета я считаю торговать не очень комфортно 1 30 25 1 30 90 поэтому надо ждать когда мы выйдем из этого боковика из этого боковика мы не выйдем я почти уверен до решения процентной ставки прикол есть в том что вот цена может начать заваливать с любого места может с этого сопротивление завалится может с этого может с этого самое крутое место где надо будет искать шорт это вот здесь да то есть в зоне сопротивления но вообще не факт что он до тут дорастем а торговать шорт вот от этих зон да предполагая что цена там завернется и будет так ходить ну честно говоря это ну как сказать не совсем крутые входы поэтому мы будем с вами этот момент как-то нивелировать да поехали по канадцу по канадцу здесь у нас сложно сказать в том плане что ну давайте предположим ну да как бы вход был как бы цели не достигли движение особо в канаде не было сегодня здесь ввп вполне возможно что давайте вот так вот попробуем настроить наш индикатор по стоп поскольку нам понадобится пока он там настраивается мы давно просто платформ перезапустить мы с вами посмотрим что у нас в кластерах изменилось ли чего-нибудь на канадце в кластерах движение вниз этого для нас движение основное на фьючерсе да соответственно вверх на базовом активе я думаю это все понимает прекрасно вот ну часовичок да если у нас какие там объем объемы на торговали вчера но они не максимально все в принципе то же самое сопротивление поддержка я думаю даже до ввп мы никуда не двинемся а вот уже после ввп после публикации вернее ввп будет уже собственно что-нибудь там допонят народ чего здесь что здесь делает народ смотрим пока загружаемся конечно народ в продажах здесь сидит народ немножечко в покупках здесь сидит то есть вот границы боковика наверное в рамках этого боковика можно работать но надо конечно поосторожнее ничего не изменилось ничего не изменилось я считаю что также можно пробовать брать тесты покупать отсюда поступку поскольку это большой объем покупать потому что это движение по тренду вот и реально надо ставить стоп в том плане ну туда до под 27 55 в том плане что если выйдет в ввп негативное то завалится и тогда мы с вами получим более глубокий откат если ввп не выйдет хорошая то можно уже брать не только первую цель да но и попробовать взять что-то повыше что у нас там повыше давайте посмотрим повыше у нас там только 29 65 пусть будет так 20 65 это наш вторая цель случае если ввп окажутся хорошими вот так вот примерно все будем преследовать эту цель иена японская обращаю внимание что завалилась завалилась под поддержку честно говоря не очень то есть круто что нам фичи говорят фичи говорят что здесь встретили очень хорошо на дне в кида то есть это не максимальный объем но он большой вчера я высказывал свои опасения на что мы вроде бы сработали как надо но нету то инициативы не пошла дальше вниз все читаем и виду поэтому можно говорить о том что что-то не так инструмент не готов двигаться дальше вниз вот объем здесь реально большой он не максимально большой что более важно мы прошли вот этот объем то есть в принципе продавца в рынке скорее либо нету либо он очень-очень слаб поэтому мы с вами будем работать с другой стороны вода у нас максимальный объем то есть тут тоже могут встретить некомфортно о покупках мы будем с вами говорить на фичерсе на говорит если мы пройдем вот этот баланс до него пока далеко возможно встречать начнут здесь возможно встречать начнут здесь так проблема по трансляции ребят может быть ну будет запись записи будет нормально значит толпа здесь как у нас на и не продала двигается вниз здесь в покупках в общем то мы можем реально удариться и вот сюда то есть в эту поддержку как нифиг делать что же здесь сделать предпринять то этого момент с разворотом честно говоря и я думаю что момент с разворотом и торговать его будет некомфортно для смелых наверное имеет смысл сделать следующий финт вот так вот если мы с вами посмотрим то вот здесь тут поддержка вот туда тест и вот сюда у цель давайте с вами так сделаем но это тоже разворотной модели не очень крутые так 113 55 113 80 это зона сопротивления в данном нашем случае мы можем туда сами откатить мы можем там поискать точки входа в шорт и пошортить и дождаться каких-то целей там в районе 112 75 примерно так то есть почему потому что вот здесь тут есть таки поддержка вот и до этой поддержки мы можем принципе доехать но это знаете так на троечку стопимся 113 80 если что вот и шорт но опять же таки сделаем скидку что у нас пресс-конференция возможно на пресс-конференции все это делай решится австралия ничего не поменялось у нас здесь даже есть позиция по идее все то же самое то есть да если мы австралийский там посмотрим то фьюч давайте глянем этот диапазон все еще максимально здесь тоже большой давайте идея вчерашняя стоп мы там пока не получили но и направлено движение тоже нару